Стартовала автоколонна сплоща Ленина у Гомеря. Курс узяли на Ветковский и Добружский районы. Менавито гэты кутки Гомельской области выбраны не выпадково. Сё лето районы отзначают знаковую дату – 75 годзе вызволение от фашистских захопников. До гэты падея так само на доходящих дня незалежности и примерковали гомельские энергетики традиционный ретро-аутопробег. Дяды и прадеды по автомобильных мерках упэвненно переодольвали километр за километром, а маль ста километрового маршруту. Забовязковыми припынками для кожного монумента и помника удельникам и ахвярам Великой Ачинной войны. До монумента ускладали кветки и вянки. Обовязковый пункт программы ретро-пробегу – уручение подарунка у дитячем установам. Так у Ветковским центры творчества детей и молодых з'явились новые швейные машины. На середня школа номер один отрымала кабинет энергобеспеки. Это оборудованные стенды, это оборудованные специальные оборудования, которые будут нам буквально подсказкой во всём. И методическим обучением по энергобезопасности – это как неотъемлемая часть охраны труда. Выхованцы Добуржского районного центра додатковой эдукации не раз займали призовые места и навод перемогали у республиканских споборництвах по мотошматборьям. Кап-коллекция узнагород и кубка уросла, а для их у подарунок от гомельских энергетиков новый мотоцикл. Мы гости сегодня, а в гости с пустыми руками не ездят. Конечно, мы всегда и сегодня тоже самое. Мы детишкам дарим обязательно подарки. Мы никогда не оставляли без внимания наши детские учреждения. Детские школы, школы-интернаты, садики, домотворчество – там, где занимаются дети и молодежь. Все летний ретро-аутопробег с Семой Поликой далеко не опошний. Мы это, якея гэтае мероприемство переследуем. На гэта захавание памяти о падеях и героях Великой Айчинной войны. Патриотичное выхование молоди николи не стратит своей актуальности. Я думаю, что у каждого живущего в Беларуси, их дедушки, бабушки принимали участие в военных действиях, принимали участие в войне, самое тяжелое для нас. И для нас очень важно, чтобы их память никуда не исчезала. И чтобы через нас, через наше желание показать это, через эти единицы техники, транспорт этот, через эту форму тех людей, которые принимают движение в патриотических клубах, чтобы люди это все чувствовали, и это передавалось настроение не только нам, но и им. Максим Савин, Андрей Иванов, Телерадиокомпания, Гомель, Ветковский и Добружский районы.